Оу, хеллоу Художественная книга, которая была явно Феминистская, и я такая Оу, my fucking god Каким образом? Это написано Вообще, такая, вау Еще одна из любимых книг у меня Атлант расправил плечи Она очень сильно на меня повлияла И я, короче, очень было круто ее анализировать И находить какие-то крутые штуки И находить какие-то плохие штуки Там ошибки, какие-то влоги, всякие плюсы и минусы Самостоятельно, пропустить всю эту книжку Через себя было очень круто И полезно Анна, нравится ли тебе свой голос? Анастасия, расскажи о своих вредных привычках, если таковые есть Да, у меня, наверное, есть несколько вредных привычек Ну, как у всех Но самая главная моя вредная привычка Это то, что я обожаю ковыряться в носу Дома, в принципе, нет никакой проблемы с этим Потому что, ну, всем пофигу Но я ковыряюсь в носу везде Я готова ковыряться в носу в метро На работе, и мне кажется, мне видели Как я на работе ковырялась в носу Мне кажется, был один такой момент, когда я прям такая сидела Типа с пальцем в носу И потом какая-то такая Блин, наверное, на меня несколько человек точно смотрят И я такая Вот, это, конечно же, проблема Причем я не понимаю логики Почему я, например, на работе могу настолько потеряться в мыслях Что я буду ковыряться в носу Но до рыгания и пуканье почему-то не доходят Вот было бы классно Если бы я пердела на работе Ирина спрашивает Постоянно заряжен телефон или нескончаемая вкусная еда? Нескончаемая вкусная еда Просто точно Потому что есть еще комп помимо телефона А еды вообще никогда нет Точнее, она есть, но мне неохота ее готовить А если она будет нескончаемая и вкусная И желательно на расстоянии вытянутой руки То это будет супер круто Потому что если передо мной будет еда То я ем много и нормально Но если ее нет В общем, это точно моя проблема То, что вот я могу сидеть целый день работать И нифига не поесть нормальное Вот Мария спрашивает Подвергалась ли ты когда-нибудь травле и издевательствам Со стороны одноклассников? Как ты реагировала? И как это вообще делать? Да У меня был в школе один чел Который был прям явно були Он душил меня на переменах Мы дрались после школы иногда Он кидал в меня ледяные снежки Он обзывал меня на уроках И донимал И типа провоцировал Короче, это было вообще ужасно И масштабы всего этого были совершенно пугающие Ну блин, чел душил меня Ты вообще можешь такое себе представить? Просто What? И сначала я реагировала как типа What the fuck is going on? Потому что мы с ним вообще были всегда друзьями И потом просто на 180 градусов Его отношение изменилось Ко мне Я вообще не поняла Я до сих пор не знаю почему И мы с ним однажды встретились после школы Нечаянно в метро В Москве И он такой типа Ну да конечно Ты-то прям не знаешь Я такая Нет Я не знаю И он такой Ну вот ты там что-то делала Но так и не сказал Это до сих пор для меня какая-то тайна Ну короче, первое у меня сначала было непонимание Потом я начала реагировать так же агрессивно Например Я вообще не могла промолчать Если он на уроке до меня типа доебывался Я тоже отвечала как-то там резко И сначала я ему всегда давала задачи Если он там как-то ко мне лез После школы вот я с ним однажды подралась Вот А потом я начала его игнорить И сначала это не помогало А потом помогло И в итоге как-то все сошло немножечко на нет И мы просто стали игнорить друг друга И ненавидеть тихо Мне кажется, если ты сталкиваешься с травлей И это не угрожает твоему здоровью Если чел просто тебя там обзывает То нужно просто не обращать внимания И тогда это обычно помогает А если это уже Если это уже переходит в там драки И какие-то там насилия То нужно обязательно Обязательно говорить родителям Я потом Впоследствии сказал своим родителям И мои родители общались с его родителями Там учителя знали То есть Нужно обязательно сказать учителям Родителям Если что Если ничего не меняется Нужно перейти в другую школу Это точно Мне кажется Отношения с одноклассниками Тоже у меня были не особо всегда классные Ну в гимназии все было классно А когда я пришла в обычную школу В пятый класс Ну там весь класс был такой очень дружный И было два новеньких человека Я и еще одна девочка Блин И эта девочка как будто С самого детства знала Как новенький должен себя вести Чтобы влиться в коллектив Нужно больше молчать И слушать Просто как бы быть таким Ну не напирать И пытаться понять Как вообще здесь все устроено Вот Это всегда самая классная стратегия Когда ты новенький Но я конечно же Пришла такая классная Давайте все дружить Давайте все приходите ко мне На дне рождения в боулинг И Короче я по законам Детских джунглей Вела себя вообще неправильно Кончилось это все тем Что надо мной И да Немного издевались Например Меня не звали на дне рождения И потом как бы Когда приходили на следующий день В школу Говорили там О том Как классно было на дне рождения Прям при мне Или даже говорили Что Ой вот мы тебя обсуждали На дне рождения И вот этот чел Над тобой смеялся И мы смеялись Типа What the fuck Или вот например Я иду по коридору И все такие стоят Кружочком И что-то смотрят Там журнал какой-то И я такая подхожу Такая Че это такое И они такие Ой ничего-ничего И так спины так делают Блин Это все было так ужасно Я так сильно грустила И плакала Вот Но потом в какой-то момент Мне просто стало похер Потому что Каждое лето Я стала ездить в лагерь И почему-то в лагере У меня с этим проблем Вообще никаких не было Все Блин Все со мной дружили Я поняла Что Блин Мне вообще посрать Если вы не хотите со мной дружить Окей Вот Так что лагерь мне очень помог С этим смириться Что мне не обязательно Со всеми дружить И даже не хочется Ну конечно К старшим классам Все как-то так пообтерлись Больше такой фигни не было Но Таких по-настоящему Близких отношений У меня с одноклассниками Никогда так и не было Нелька спрашивает Ты спишь в носках? Нет Я ненавижу спать в носках И даже когда Вот у меня были случаи Когда я почему-то засыпала в носках Например Если я болела Если мне было холодно Я потом снимала эти носки ночью И думала Господи Как же это отвратительно Марлин спрашивает Посоветуй пожалуйста Как выбрать Куда и на кого поступить Людям Которые вообще не знают Чего хотят от жизни Пысы Люблю тебя Тоже тебя люблю На самом деле нет Я тебя не знаю Но Я чувствую к тебе Нежность и благодарность Знаешь что? Я бы посоветовала Если у тебя есть такая возможность Подождать один год И никуда не поступать И попробовать разобраться Что ты хочешь делать Поговорить с разными людьми Спросить А что вы вообще делаете на работе Посмотреть Там Съездить в университеты Провести Такой прям Основательный ресерч Потому что я знаю Что у многих людей Во время обучения в школе Вообще нет Времени И каких-то даже Психологических сил На вот это все Потому что они настолько Сконцентрированы на учебе Потому что один год Подратить на поиски Это лучше Чем потом 4 года Учиться Или 5 Или 6 На специальности Которые тебе вообще не интересны Но опять же Не у всех есть такая возможность Не у всех Родители готовы Пойти на такое И посыпается маком Как полюбить маленький Тити Я всю жизнь Практически ненавидела Свою маленькую грудь Я прям помню Как еще в детстве Очень хотела большую грудь И в подростковые годы Я дико комплексовала Я носила лифчики С поролоном И мучилась Потому что это дико неудобно Я завидовала Своим одноклассникам Я даже договорилась Со своей подругой Настей Что Либо мы обе Останемся с маленькими грудями Либо обе отрастим Большую грудь Но Она в итоге Отрастила большую грудь Такую красивую И нарушила обещания И прям так было Очень долго Я заваривала Эти дурацкие шишки хмеля И пила эту гадость Не очень долго Потому что это гадость Мне кажется Начало все меняться Когда я поехала в Америку И почему-то там Я перестала носить лифчики Вообще Полностью То ли вокруг люди Не носили лифчики То ли еще что-то Я еще одновременно Стала интересоваться Феминизмом Бодипозитивом Но я как-то перестала носить их И поняла Что мне супер офигенно И потом Когда я вернулась И стала работать В Creative People Я заметила Что в Creative People Тоже женщины Очень часто не носят лифчики Я такая Ого Окей Прикольно Вот Теперь я вот вообще Не ношу их Либо ношу Но только такой Как бы Детский Просто спортивный лифчик Который Ну как-то Если там у меня белая футболка Я не люблю Чтобы мне мои темные соски Просвечивали Вот так вообще Я хожу без лифчика И я обожаю Свою маленькую грудь Мне прям Я настолько Теперь не хочу Грудь другую Мне прям Настолько комфортно И круто Мне настолько нравится Моя внешность Такая Не супер феминная Мне кажется Все, если бы у меня сейчас была грудь побольше Если бы она вдруг выросла То мне было бы некомфортно От того Насколько я Подальше стала От андрогинности какой-то Я пока не очень сильно разобралась В том Почему у меня такое Самоощущение Мне комфортнее быть Просто каким-то Таким Neutral Персон Возвращаясь к твоему вопросу Можно попробовать Сделать то же самое Что и я Повариться в феминизме Поди-позитиве Посмотреть кучу фотографий Людей с маленькой грудью Потому что Фотки Очень сильно Меняют Как бы то, что в башке Лера О чем ты чаще всего задумываешься В последнее время? Я сначала подумала Ответь на этот вопрос Как-нибудь Что Я так благодарна Что у меня так все хорошо Складывается в жизни И что Вы смотрите мои видео Что вы сидите в моем паблике И любите меня так сильно И это все так Я сейчас говорю Таким голосом Просто Просто так Я не издеваюсь Это действительно все так Но на самом деле Больше всего Я сейчас думаю о том Как плохо я ем Как я уже раньше сказала Я когда погружена в работу То я забываю Поесть нормально И просто Или там мне неохота Или я думаю Блин, это займет слишком много времени И это всегда очень плохо кончается Потому что Когда я плохо ем И когда я плохо сплю У меня начинаются Панические атаки У меня просто очень плохо У меня болит живот И я плохо сплю Короче, это ужасно Поэтому Я сейчас очень много думаю о том Как мне нормально есть И не забывать об этом Расскажи какую-нибудь смешную историю С участием твоих котиков Сидим мы, значит, спокойно дома Маме звонит сосед и говорит Таня, это случайно не ваш котик На березе сидит Мы выходим Посмотреть И видим Как на трехэтажной, блин На березе Прям на самой верхушке Сидит такой маленький комочек И мама начинает охать И я такая Сейчас я полезу И мама такая Нет, нет Ты не полезешь И я такая Нет, я полезу Она такая Нет Подожди И я просто такая Уже пошла В итоге я залезла на эту березу Было очень холодно И я лезла И у меня прям Пальцы такие были очень холодные И было очень тяжело держаться А береза уже под конец Была такая супер тонкая Я думала Блин, все Я сейчас Я сейчас умру И Эля, блин Сидела на самой верхушке И когда я до нее долезла То Ну и взяла ее в руки То одной рукой-то Спускаться неудобно И мне пришлось взять ее за шкирку В зубы Ты можешь это представить? Это было настолько эпично Я взяла ее в зубы за шкирку И потом еле-еле спустилась вниз Меня обнял Костя Сказал, что я герой Мама сказала, что я герой Потом я написала постик об этом Потому что Я чувствовала себя героем Ну вот Вот так Таня спрашивает Как ты относишься к феминитивам? Вообще на эту тему, конечно, Можно сделать отдельный Такой большой основательный видос Но я отношусь к тем хорошо И Меня не бесит, когда люди их используют Я их Чаще всего не использую Но я считаю, что Полисить кого-то И контролировать это И гнать на людей Которые используют Или не используют Это вообще неправильно Поэтому Если тебе нравятся феминитивы То используй их Если не нравятся Не используй Или там еще какие-то есть причины Маша Богатова спрашивает Правда, что ты встречаешься с Машей? Точнее, у вас тайный роман? Вообще да Только Косте не говорите Нелли спрашивает Твое мнение о YouTube Sexual Abuse Scandal Который начался в 2014 году Да, конечно, я слышала об этом И я очень непонимательно следила За всем этим И именно благодаря вот этому скандалу И благодаря всем постам Которые были написаны По этому скандалу И благодаря всем видео Я смогла разобраться С тем, что было в моей жизни Связано с абьюзом И осознать Что у меня тоже были Ужасно абьюзивные отношения И что они не просто были Типа тупые Они были именно абьюзивные И что я встречалась С настоящим абьюзером И это было просто ужасно И это С одной стороны Это было Очень тяжело для меня Пройти через все это И вспомнить все это И я помню, что мне было Очень плохо Но с другой стороны Это круто Потому что я теперь знаю Что это такое И как это называется И всегда сумею это распознать Привет, Ник В своем видео Draw my life Ты называешь себя И Костю феминистами Да, это ошибка Я просто ошиблась Правильно говорить, что я феминист Каких англоязычных видеоблогеров Ты бы посоветовала Посмотреть в своей основной аудитории У меня на канале Там справа есть такая плашечка И там написано, по-моему, лавк Я там написала всякие каналы Которые мне очень нравятся Это не все прям Которые я смотрю Но это прям некоторые Мои самые любимые Так что иди посмотри И еще, кстати Я хочу в будущем сделать видео Про какие-то любимые Свои каналы на ютубе Русские и английские Что-то голос у меня совсем садится Так что давайте На сегодня все Спасибо большое Что задали мне все эти вопросы Подписывайтесь на мой канал Подписывайтесь на мой паблик Вот и все Спасибо за вопрос И пока